есть ряд лиц которые бомбят по поводу моего мнения о мотоциклах honda я показываю почему я считаю что honda это одно из самых уебанских созданий на свете простой пример имеем yamaha tv с мотором далеко не самым надежным чтобы на ней снять поршневую надо просто снять бак и у тебя доступ ко всему а вот теперь внимание honda фтр вот клапанная крышка мне надо снять головку и снять поршневую это что блять конструктивный недочет типа да кто не понимает еще раз шпильки шпильки сука а это рама и чтобы снять клапанную крышку и снять головку мне надо снять мотор охуенная конструкция конечно бесконечно honda надежная блять но вот это но только идиот не поймет что это идиотизм так делать начал продолжение дебильности конструкции допустим вернула все болты вот у меня тут мотор теперь живет своей жизнью в раме думаю ну бля час я мотор ту сторону качну и все снимется и на yamaha натяжитель цепи сделан так что чтобы до него добраться нихуя не мешает на honda же блять надо снять стартер чтобы добраться до ебучих болтов которые держат нацепить натяжитель цепи грэм и только после этого я могу снять голову охуительная конструкция как она мне блять нравится если бы кто знал мало того что мне потом блять в одно ебало мотор обратно вывешивать запихивать который висит ни на чем блять так еще и хуй его тучи лишней работы надо делать это конечно все здорово но блять honda это за и ну и чё что называется хули втули добрый вечер поршень пизда нагары ёбнутся просто задиры по юбке тут блять ну ну все это до свидания по поводу снятия мотора кое-как блять рачком бачком блять его вот сюда вот за шпильки оттащил дабы не отсоединять проводку не снимать цепь и горем пополам скинул цилиндр и башку но по цилиндр и башки это блять пиздец ну чё давайте цилиндром ли цилиндр нахуй в зеркало и вот на прям задир второй стороны где-то такой же задир блять божественный в эпоху работала же блять вот таком состоянии у нас куда-то блять таком состоянии у нас башка нагара хлопьями блять по 3 миллиметра постели головы пизда постелем сплавлены блять все хуям сгорела подшипники подшипники ёптать синие распредвал синий мотор блять хуям перегрели и не один раз перегрели и сколько я не говорил что блять меняйте масло хотя бы раз в три недели мое мнение благополучно посылали нахуй вот результат вам здрасте блять ну хоть кромыслом блять целом и хулин целом будет клапанам вообще занавес по одному буду показывать вот так вот охуительно тут хоть хоть как-то еще фаска на вот он блять впускной клапан не пишу выпускной клапан нихуя вам конечно же не видно будет но короче седло сгоревшие кольца соответственно на хулись тут менять смысл кольца если цилиндр страну в глянец выбит ну блять мне сказали поменяй прокладки поменяем маслосъемные клапачки дохуйня вопрос чё скажете что и сделаю заебался я честно говоря за всеми блять сопли подтирать остаться делать как лучше когда это хуй никому не уперлась хотите на от ебаном ездить ну будет на от ебаном я то чем могу помочь не за свои же деньги свое время я буду все делать такая вот охуенная история намечается в общем чего буду постепенно делать это говно и доснимать опять короткометражечки подготовил к сборке в общем все детали от фтр кем или себе х да без разницы на самом деле из положительного у нас как всегда чудесным волшебным образом так же как ств и живой коленвал низ живее живых из отрицательного выяснилось что из корпуса воздушного фильтра вот оттуда давно вылетел патрубок его подвязали на стяжечке вот на вот стяжка лежит вот и вот так вот сужило а потом чё же поршневая это у нас износилась ну да ладно поехали дальше чё у нас здесь очистил голову притер клапана теперь у нас фасочки выпускной клапан честно говоря заебался тереть я думал что уже все как бы это бессмысленно и безнадежно но нет все вывелось и будет работать сто процентов собираться все будет как есть то есть вот на такой поршневой потому что несмотря на то что я говорил оказывается никто был не готов к полноценному ремонту так же как я и не готов сейчас хранить этот мотоцикл в течение трех месяцев потому что месяц уйдет на заказ запчастей месяц уйдет на расточку потом у меня должно появиться время и желание чтобы это собрать и короче все это растянется а мотоцикл должен работать поэтому сейчас задача при сборке сделать так чтобы он работал до конца следующего года учитывая то что он как бы даже заводился еще и ездил шансы на это есть и это подкреплено тем что я увидел в процессе разборки у нас есть маслосъемные колпачки новые а вот старые маслосъемные колпачки смотреть какая история можно их делать вот так и они остаются в такой же форме то есть они настолько деревянные что как бы резина стала похожа на пластик ну и значит смотрите какие у нас минусы сразу отпадают у нас будут работать клапанам потому что есть фаски нас будут держать новые маслосъемные колпачки перестанут ссать в круг все прокладки так как на мотор есть полный комплект прокладок и что даже интересно вот эта вот прокладочка которая ставится я так понимаю вот сюда на схемах ее нету и каждый раз при настройке клапанов когда я делал эти фтрки не на ее не было было только вот это вот резиновое кольцо которое надевается на саму крышку непосредственно и больше ничего у нас даже есть прокладка новая под натяжитель медные шайбы под головку медные шайбы под натяжитель прокладки выхлопа h2 новый впускной патрубок все так вот замечательно единственный вопрос у меня вызывает вот это вот почему резинок 3 в теория это две резинки под клапанные крышки и одна же резинка идет под сливную пробку которая точно такая же клапанная крышка но вроде как одна из резинок здесь отличается по диаметру есть предположение что эта резинка вот сюда отпускной патрубок но счета я пока еще не разобрался но это как бы такие мелочи уже далее значит клапана маслосъемные у нас отпадают по износу поршневой да она как бы зеркальная просто пиздец какая зеркальная вот сейчас вы наблюдаете прокладки в этом замечательном сферическом зеркале но когда я снял поршень вы видели какой там был нагар я охерел охерел я от того что я впервые в жизни увидел что такое залегание масло съемных колец потому что масло съемные кольца не шевелились вообще я их оттуда на силу выдрал и будет подкреплен фото отсчет ссылку я оставлю там в описании вот где все это будет показано потому что на видео все это плохо видно в общем вот эти вот канавки видно я думаю немного они все были забиты маслом и сажей и соответственно масло съемное кольцо не работало вообще то есть худо-бедно масло снималось компрессионными кольцами которые каким-то образом остались допуске и поэтому менять я их не буду вот в общем такая история то есть у нас остается глобальная проблема то что у нас как бы пиздец поршневой но учитывая то что задача чтобы мотоцикл прожил год я думаю все будет успех то есть смотрите маслосъемные клапана и маслосъемные кольца плюс почищены все канавки в поршне почищенные компрессионные кольца и есть у меня такие подозрения что это будет тот случай когда полумеры сработают и все будет заебись в течение года ну а дальше соответственно история будет повторяться но там уже я думаю все-таки здравый смысл восторжествует мои слова услышат и мотор будут делать по-нормальному то есть расточкой поршневой либо замены целиком поршневой фиг его знает есть на эти мотор ремонтные поршня или нет вот ну и много приколюх с переборкой башки как минимум замена подшипников и что-то делать с постелями распредвала вот короче буду собирать и будет какое-то опять продолжение я думаю так что так московское время уже давно перевалило за всего-то пол третьего и я собрал эту прекрасную себе ху собственно собрал мотор все что с ним делалось вы видели ну по внутрянке все чистилась что менялась поменял масло почистил карбюратор почистил воздушный фильтр поменял передние колодки прокачал передние тормоза поменял цепь со звездами перебрал задние тормоза и на все в общей сложности по сути у меня ушло ушло наверное ну часов что в 17 вот так вот то есть я вчера его раскидал сегодня я собственно все это до разобрал помыл и все что перечислил собрал обратно вот и пока буду рассказывать покажу что он теперь заводится самое забавное что даже на таких оборотах бешеных он перестал дымить это конечно удивительно то есть моя тема с чисткой маслосъемных колец на конечно замена колпачков и притирки клапанов она сработала это не может не радовать ухты даже нагар нормальный охренеть надо собственно кто не понял что я делаю я сейчас верну волшебный компрессометр и мне просто принципиально интересно сколько сейчас компрессия потому что судя по свеча сейчас масло мотор пока что не жрет и сколько то жрать не будет вот на данный этап мне прям интересно чем там у нас на стучит газ открыли туда-сюда придерживает на грубо говоря на горячую на открытом дросселе у нас десятка десятка а до того как его поставили компрессия была под 12 и я думаю многие догадались что компрессия была за счет того что масло снизу пропускала и то есть давляк был за счет того что масло и соответственно он дымил а сейчас он хотя бы не дымит и в целом моногаза он откликается вполне себе уверенно и я думаю вот этими полумерами можно сказать что результат какой-то достигнут конечно это нифига не правильно и он по-любому будет перебираться я заставлю сука его перебрать нормально потому что так ебать мотоцикл и и чтобы он потом не заслужил нормального ремонта нихуя не прокатит пока они будут делаться у меня вот такая вот собственная история и заканчивается на в третьем часу ночи вот на этом будет наверное все спасибо если это было кому-то интересно